31 мая Владимир Репин встречался с населением Маршанска. В ходе приема жители озвучивали скорее не жалобы, а проблемы. Более того, не личного характера, а общественно значимые. Очень вот этот вопрос волнует, чтобы кинотеатр «Октябрь» снова стал кинотеатром. И для нас, для 40 тысяч населения, жителей, это очень важно. Стала традицией снова посещать кинотеатр «Октябрь». Так было и для самой Аллы Владимировны. Как неравнодушный житель Маршанской и работник культуры, проблему считает актуальной. Но о времена работы кинотеатра «Октябрь» вспоминает с большой теплотой. Я очень хорошо помню, когда я училась во второй смене в школе, и мама с папой за нами приходили с сестрой. И мы ходили на 6 вечера всегда в кинотеатр «Октябрь». Мы смотрели фильмы. Это была наша семейная традиция. Наверное, как и всех горожан. Также мы любили на 10 утра, на 12 часов с одноклассниками ходить в кинотеатр. Ситуацию пояснил глава Маршанской. Так Алексей Банников отметил, что в 2000 году учреждение было передано в муниципальную собственность. Как могли, содержали. Искали пути, варианты, чтобы центр досуга функционировал. У нас был филиал нашего городского дома культуры. В режиме кинотеатра практически не использовался, потому что этот механизм не было. Фильмы к нам сюда не поступали. И содержали мы его за свой счет. Затем время подошло, и в начале уже где-то 10-х годов, или может быть в 13-м, что-то где-то вот так, наверное, да, он был признан аварийным. Потому что содержать его был не на что. Он устарел. Выставили на торги, продали под снос собственнику. Одно из главных условий – кинозал. Однако ситуация со строительством нового объекта затянулась. Судебное разбирательство с собственниками четырех близлежащих нестационарных торговых объектов. На сегодняшний день с тремя подписано мировое соглашение. Ведутся переговоры с четвертым. Ситуация проясняется. В течение этого лета, это я уже вам отвечаю по поручению Лави Васильевича, октябрь, бывшее здание кинотеатра «Октябрь», в том виде, в котором оно не может существовать, и это как бы всеми уже признанной прокуратурой и всеми судами будет разобрано, демонтировано, и на его месте в соответствии с проектом, согласованным с нашим городским управлением комитетом по архитектуре будет построен торговый центр. В торговом центре будет существовать кинозал, достойный, где все вы, и вы, и ваши дети, и ваши соседи, друзья могут смотреть фильм. Нам теперь будет, так сказать, еще более ответственнее этот вопрос выполнить, решить. На прием записался Николай Зимеченский, ветеран завода «Химмаш». Его волнует сложная обстановка на предприятии. Самая страшная проблема – это отсутствие оборотных средств. Все, тут больше, тут самое главное, значит, вот эта вот наша беда, которая существует в настоящее время, она уже продолжается, ну, я думаю, ну, где-то с октября месяца, если честно сказать. Отсутствие оборотных средств. 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 Отсутствие оборотных средств.